Вы что-то хотели, молодой человек? Такое общественное пространство, где обычно раньше по пятницам собиралась молодежь, пила напитки всевозможные алкогольные. Господи, смотрите, одни красавицы сегодня. Вы снова здравствуйте, да, мы не можем, так сказать, с вами расстаться. Ну, красивые девушки украшают любую съемку. А мы порнографию обычно снимаем. Протест. Мои мысли вам не закрасить. Ну, а ты свои мысли как-то по-другому еще можешь изобразить, кроме как на стене? Маркером. Это как в том анекдоте. Мама, почему у меня все клячут проклятым жидом? Привет всем. Сегодня я со своим петербургским калашным рылом влезу в ваш замечательный московский ряд. И надо сказать, не впервой я это делаю по наехавшие лимита. Продолжает осваивать московские просторы. И, честно говоря, я не буду сейчас заикаться о литературе, которую можно использовать при изучении города Москва, но все печально. Это, на мой субъективный взгляд, по сравнению с той литературой, которая есть про Ленинград, Петроград, Петербург. За моей спиной находится памятник Николаю Гавриловичу Чернышевскому. И это такая, знаете, кормообразующая модель советской идеологической системы, которая... Вы что-то хотели, молодой человек? Ну, я просто смотрю, что ты снимаешь. Мы порнографию обычно снимаем, просто... За этим обычно пресс всем привлекаюсь. А, ну вот... Да, прикольно, Мэд Маркс. Да, прикольно. Да, это специально. Тут эмо-марксисты со мной, поэтому я специально для них, чтобы сделать приятное надел эту футболку, да. Оператор Дмитрий, кстати. Мы с ним сняли уже несколько выпусков. Очень приятно, Василий. Нет. Я снимаю кино. Василий, я вас очень благодарю за ваше внимание, но я имею в виду, что он оператор Дмитрий. Я тоже снимаю. Хорошо, Василий. Всяческих вам творческих успехов на вашем трудном операторском пути. Да, я вообще режиссер. Мы очень польщены, что режиссеры обращают на нас внимание. Я каждый раз развлекаюсь здесь, когда провожу экскурсии. Собираются люди, а я их провожу и джигодно. Она стала у меня уже такая традиционная, от покровки до хитровки, всегда пользуется бешеным успехом. И я всегда задаю вопрос. И этот же вопрос я адресую вам, ребята. Кто из вас читал «Черный шерст»? Только честно. Ну вот честно, положу руку на сердце. Как правило, поднимает где-то процентов 10 рук. А дальше я задаю следующий вопрос. Ну, я предполагаю, что, естественно, читали. Что делать? О чем роман? И вот тут начинается проблема. Ну, я имею в виду сюжет. В двух словах. В чем сюжет? Потом я задаю вопрос, кто читал Достоевского? Поднимается ли с рук? Я говорю, ну, вот, например, самый известный роман «Проступление и наказание» о чем? Ну, там все понятно. Студент убил бабушку. А дальше идет там второе дно, третье дно, глубокие смыслы, экзистенциальные, так сказать, начинка, философия и так далее. Но сюжет можно рассказать. И это крайне интересно, как вот со временем все то, что насильно нам впихивалось из школы и так далее, ушло в небытие. Потому что затем я задаю вопрос про то, что кто читал Добролюбову из Писарева, и тут вот во всем как бы чума. И когда я там спрашиваю, например, роман Масона Писарева, многие даже удивляются, что такой роман был у Писарева, а он был на самом деле. Зато Достоевский, Тургенев, Некрасов и все остальные люди, они остались. А ведь они в какой-то момент были лица одного полета. То есть вот как интересно время расставляет акценты по своим местам. Здесь надо сказать про то, что Чернышевский действительно, как и Горький, и Маяковский, это такая платформа для построения советской идеологической системы в литературе. Но прикол в том, что романа что делать могло и не быть. Дело в том, что Чернышевский написал его, как и все в то время нормальные люди, в тюрьме, в Петропавловской крепости. Справедливости ради надо сказать, что, конечно же, вегетарианское пребывание в Петропавловской крепости потом закончилось. Особенно на фоне попытки побега Нечаева оттуда. И народовольцы, которые туда заехали, они, конечно, пребывали там в жестких условиях. Но во времена Чернышевского там еще было более-менее. Написал он этот роман. И далее на это откликнулся один из самых успешных менеджеров, книгоиздателей, вообще медийных предприимчивых людей того времени. Это товарищ Некрасов. Мы-то знаем его как поэта, а на самом деле он был гениальный издатель. И он, когда узнал, что Чернышевский, которого он тоже прекрасно знал, написал роман в тюрьме, он даже не читая его сказал, все, беру, печатаю. Ну, это пусть рает кейс, да, то есть, как бы, когда были дуры, стали, так сказать, героини борцы с режимом. У Чернышевского-то и дуру и не было, и дураком тем более, да. То есть, было понятно, что Некрасов был уверен, что он написал прекрасный роман. Напрасно он так был уверен. И вот Некрасов берет этот роман, везет его, приезжает на угол бассейной улицы и Литейного, где он тогда жил, в доме Краевского. Сейчас это улица Некрасова, соответственно, его было с Литейным. И понимаешь, что он эту рукопись посеял. А рукопись в единственном экземпляре, но не существовало ксероксов в тюрьме Петропавловского собора. И как бы он так, уп-уп-уп, рукописи нет. Упс, как говорится, что делать? То есть, ну, нашелся, дал объявление в газеты, что, типа, потерян сверток. Тем временем по улице идет какой-то там служитель почтового ведомства, находит этот сверток. Думает, может, что-то ценное открывает, там какая-то херня. Начинает читать, ему это все не нравится. Думает, сжечь, может быть. Ну, ладно, может, кто-то денег за это попросит. И попросили денег, то есть, он приносит это домой Некрасову. Некрасов перекрестился, слава богу, рукопись есть. Дальше еще очень интересная история. Дело в том, что цензура пропустила этот роман, за который потом всех мочили. Она пропустила, потому что цензур, он такой же человек. Он начал читать там какие-то, я не знаю, там, проблемы взаимоотношений. В общем, он галочку поставил. И роман вышел. А по сути дела, в романе рассказывается, например, история двух проституток. Слово проститутка там не употреблено ни разу. Одна такая высокопоставленная, как котка, ну, а вторая, вы знаете, да. И там показаны все прекрасные, например, порывы молодых мужчин, когда проститутка начинает лезть к нашему главному герою. А то говорит, давайте я лучше послушаю вашу грудь, да. То есть начинает ее слушать. То есть он не поддается на ее сексуальные поползновения. Вот таким, соответственно, пытались изображать истинных демократов. Может быть, кто-то из них и был. Но есть статья «Русский демократ» на рандеву, замечательная, да, написанная нашим советским искусствоведом. Там рассказывается о других вещах. То есть роман претерпел ряд вот таких пертурбаций, вышел и стал ролевой моделью. То есть все, что там было изображено, да. То есть вот эти все там мастерские, которые потом организовывали, швейный, переплетный и так далее. Они все брали это с романа «Что делать?». И Софья Львовна Перовская спала на голых досках, то есть как бы выдавшивившись. Ну и самое главное, конечно, Владимир Ильич Ленин этот роман отмечал. Памятник этот был поставлен уже вот в такой наизлюте советского времени. Мы сейчас с вами развернемся. Да, здесь у нас деревья, мы дом, о котором идет речь, мы не увидим. Но мы к нему подойдем, да. Вот можно еще вот так вот чуть-чуть камеру сместить. Сейчас тут вылезет такая картинка, такая уху. Это то, как выглядела данная площадь еще даже в поствоенные времена. Я имею в виду Вторую мировой войну, Великую Отечественную, да. Деревянный дом, как вы понимаете, все удобства, да. И на что я хочу обратить ваше внимание, то есть он стоял прямо на том месте, где мы сейчас с вами находимся, да. Вот это вот по кросске ворота в том чистом виде, да, про который был фильм, и где потом, помните, там дома сносят казаков, там все страдает, старая Москва, старая Москва. Я хочу обратить ваше внимание на один элемент, который есть на этой фотографии. Там выпирает элемент дома, находящегося за нашей спиной. И на этом доме мы можем увидеть кадуцей. Сейчас я расскажу здесь кратенько, а потом мы подойдем к дому. Дело в том, что, ну, кадуцей, хотя пойдем, ладно, потихонечку. Кадуцей это у нас жезл бога Гермеса или Меркурия. Я миллион раз об этом говорил и буду еще об этом говорить. И его, конечно же, размещали точно так же, как у нас потом в советское время любили размещать подковы на домах. То есть все это удача, бабло и все такое прочее. Дом этот был построен для хлеботорговца Федора Рахманова, архитектором Петром Александровичем Дриттенпрейсом. Я всегда стебусь и заставляю своих экскурсантов учить немецкие фамилии. С ними проблема. Например, в Берлине я изгаляюсь, называя Клауса Шенка фон Шталфенберга, руководителя июльского заговора 1944 года против Гитлера. Но не учится фамилии. То есть Андрей Иванович Штекеншнейдер вот так вот просто с куста не запомнишь. Отсюда все эти масянивские. Помните приколы? Я не помню, как там он Куваев это все озвучил. Штекенштукер, Штекеншникер. В общем, вот если мы посмотрим на самый верх, да, таким филигранным образом, кстати, замаскированы трубы. Вот там вот вы можете увидеть, собственно, этот самый кудуцей, который вы и видели на фотографии, которую я вам показывал. Под ней находятся головки женские. Я читал, что в народной молве, значит, Рахманов изобразил таким образом свою любовницу. Дорогие друзья, это типичный модерн. Модерн-примодерн. Это лорелея, стандартный элемент модерновского фасада. Авнуво, Сецессион, Югенстиль, как угодно его называйте. Там, не знаю, национальный северный модерн в Финляндии. В Германии она жила, на территории немецких государств тогдашних. И, собственно, вот ее постоянно изображали в разных видах. То есть она вот на всех этих фасадах. В Париж вы приедете, в Вену. Придете к нам на Витебский вокзал в Петербург. Ну, еще там миллион всевозможных разных зданий. Далее, вот чуть ниже, там есть колоски такие. Поскольку, вот над надписью «Булка», про которую я еще скажу, поскольку Рахманов торговал хлебом, то, естественно, он и изображал там предмет, связанный с его бизнесом. «Булка», кстати, это такое наследие, да, рахмановского деяния. Там работает прекрасная девушка Ксения, которая согласилась принять мой велосипед складной и похоронить его там, пока мы будем снимать. И вот так вот вырабатывается лояльность клиентов, да. То есть я говорю об этом, они мне копейки не заплатили, но мне не жалко сказать, что замечательные кафе, замечательные люди там работают. Рекомендую всем также относиться к подобным просьбам. Ну, меня просто много велосипедов украли. Можете загуглить, у меня есть ролик под названием «Как я поймал велосипедного вора». Рассказывает там дивную историю. И еще этот дом был известен тем, что там вот с той стороны, кстати, я изучаю систему бесплатных туалетов в Москве. Это крайне актуальная порой бывая тема. У меня есть любимые, например, вот один тоже я вам сейчас покажу в Милитинском саду, потому что там есть турники, воркауты. Если у меня там есть полтора-двадцать часа свободного времени, в Москве я туда иду, занимаюсь, и можно, если что, там пойти, руки после этого помыть и отдохнуть душой и телом. С той стороны есть бесплатный туалет. И судя по данным, которые мне удалось нарыть, дом этот был еще известен как дом, где располагался первая бесплатная ретирада, да, то есть бесплатный туалет. Я об этом, этой темой касался уже, рассказывая про Франца Карловича Сангали в Петербурге, да, изобретателя батареи, который на самом деле тоже участвовал в создании первых бесплатных туалетов столицы тогда Российской империи. Это была серьезная проблема, потому что, особенно для женщин, ну, мужики-то могут пойти там это, вот, и сделать, для женщин нет. Мы ее еще коснемся, потому что я хочу сходить в музей водоканала в Петербурге, да, и вот там рассказать более подробно про систему канализации, всех этих дел, вы меня об этом постоянно просите. И это такой вот был программный дом, значит, Петра Александровича, ну, какой Петр Александрович, он Петр Юзеф на самом деле, от Ритм-Прейса, и единственный в таком ярко выраженном стиле модерн, да, поэтому мы сейчас дальше перемещаемся вот туда. Вот этот вот дом, это уже переходный стиль, который характеризует скачок от конструктивизма к сталинскому ампиру. То есть я где-то даже встречал термин постконструктивизм, ну, пусть будет, есть же термин постмодерн, да, то есть это, в принципе, мы живем в эпоху постмодерна. Он был построен группой архитекторов, но возглавлял ее Лазарь Зинович Черековер. Этот человек на самом деле уникален тем, что он был одним из разработчиков системы современного советского жилья, ну, потому что был жилищный кризис, да, в стране. И он, например, посвящал свои труды устройству кухонь. Вот мы сейчас подойдем к этому дому. Вы можете увидеть, что с одной стороны, как бы, фасад достаточно строгий, но уже присутствуют каннелюры, это желобки на пилястрах, что не характерно для конструктивизма. Есть балконы вот такие, выпуклые, с решетками, тоже не характерны для конструктивизма. Затем вот этот мощный цоколь, рустованный. Руст — это вообще, как бы, ну, классика жанра в прямом и переносном смысле. И я бы вас хотел подвести еще вот к этой стене и показать вот эти странные, на первый взгляд, элементы, напоминающие нам контрфорсы. Иногда, когда я хожу по питерским дворам, я показываю их для того, чтобы они, ну, показать, что они действительно усиляют конструкцию. Здесь они не усиляют конструкцию, это абсолютно декоративный элемент, никакой функциональной нагрузки он несет. Он характеризует характер жильцов, которые здесь были, то есть в одних источниках он называется дом НКВД, в других источниках он называется дом, который был построен для работников, соответственно, Академии имени Держинского, о которой мы будем дальше говорить. Она находилась в Покровских казармах. Вот. И пойдем. Сейчас, пока мы идем, здесь вам возникнет фотография самого Черековера, не фотография, а рисунок, точнее. Он хранится в Щусинском музее. И также я вам покажу сейчас вот несколько скринов. Вот, например, скрин с обложки его творения, где он рассказывает, как надо было строить кухню. Он там просчитал все. Он просчитал высоту мойки, он просчитал размер шкафчиков, он их характеризовал по нескольким параметрам. Например, он писал, что кухни могут быть газовые и дровяные, кстати. Дровяные кухни еще были крайне распространены. И он приводит еще пример всевозможных устройств, уже чисто схематических, как надо организовать кухню. И вот все эти его изыскания, они нашли свое отражение вот здесь, в этом доме. Потому что там были сделаны, например, шкафы специальные, холодильники под подоконниками. Там были сделаны вытяжки. И потом это все использовалось при проектировании так называемых хрущевок. Вещи крайне нужные и актуальные. Здесь у нас такое общественное пространство, где обычно раньше по пятницам, субботам, иногда даже в воскресенье собиралась молодежь. Пила напитки всевозможные алкогольные. Их отсюда гоняли. Их отсюда гоняли разные люди, всевозможные активисты. Ну, было забавно наблюдать. То есть здесь такой клуб по интересам. Когда бы в годы моей молодости я вот такое место нашел бы. Но на самом деле оно уникально тем, что здесь раскопали стену Белого города. Она была построена по проекту человека по фамилии Конь. Федор Конь. Он же строил Смоленский Кремль. И она шла, собственно, по бульварному кольцу, имея, естественно, защитную функцию. То есть мы с вами находимся в таком уже замкаде. Это такие, не знаю, химки, да, 16 века. Была стена Белого города, потом была, значит, стена земляного города. То есть это все вот эти вот бульвары и кольца. Но когда она утратила свою оборонительную функцию, встал вопрос, что с ней делать, стена начала разрушаться. И уже при Екатерине Второй был, когда там упало несколько камней, даже задавило несколько человек, был, соответственно, указ о том, чтобы ее разобрать. Ее начали разбирать кусками, частями. Дело в том, что, естественно, все дома, они строились как бы, ну, задниками к этой стене. Поэтому, когда разобрали, Москва предстала в максимально красивом виде. Более того, купцы ушлые и вообще всевозможный народ предприимчивый. Это, знаете, такая вот пост-совок 90-х, когда вот эти ларьки безумные, да, населяли все города России. И они были такие красивые-красивые, с красивыми-красивыми объявлениями рекламными, там, желтенькими, красными и так далее. То есть, ну, фактически это был где-то самозахват, а где-то там замзду все отдавали. Вот так же и на территории Москвы это все было. Но потом мы решили разбить бульвары. Первый бульвар был разбит на, это был Тверской бульвар. Этого бульвара не было очень долго. Трамвай ходил исключительно по внутренней стороне бульварного кольца. Почему? Потому что мы с вами приближаемся к зданию Покровских казарм. Дело в том, что, когда вы, там, не знаете, читаете не только историческую, но и художественную литературу, вы можете встретить такое понятие, значит, зимние квартиры, да. То есть, вот войска встали на зимние квартиры, полк встал на зимние квартиры и так далее. Я вот всегда задаю вопрос, что значит встал на зимние квартиры? Значит, в Петербурге, например, есть специально отведенная территория для трех гвардейских полков, да. Прибраженский полк, дальше Семеновский полк, Семенцы, и Измайловский полк, значит, Перебраженский и Семеновский полк, они в Москве были организованы, Измайловский полк это уже инициатива Анны Иоанновны в противодействии как раз этим двум, чтобы обезопасить себя, чтобы никаких переворотов не было. Что значит стать на зимние квартиры? Значит, стать на зимние квартиры, это значит, ну вот представьте себе, вы живете в трешке, да, и вам говорят, сейчас мы вам тут в две комнаты подселим 20 ОМОНовцев. Они, может быть, кстати, и прекрасны, вот сюда встанем, сейчас нам надо одну картинку показать, хотя ладно, мы туда подойдем. Они, может быть, и прекрасны, конечно, в душе своей, но, допустим, у вас две молодых дочери, да, тинейджеры, ну, то есть, как бы, вы же понимаете все, да. И вот от этого был не застрахован ни один дом в Российской империи. С этим надо было что-то делать, особенно в Москве, и тогда Павел I выступил с инициативой построить казармы. Первые специализированные казармы для бывшей столицы. Денег надо было чуть больше, чем дофига, то есть больше двух миллионов рублей стали собирать, стали собирать с народа, давай повернемся к ним лицом, собрали там, дай бог, полмиллиона рублей, сдавали в основном те люди, которые могли сдавать, и вот отсюда вся надпись, допустим, если вы знаете, посольство Белоруссии, мне всегда умиляет, что там рядышком они и обувь продают, там всегда надпись такая, голубенькое здание, там есть надпись «Свободен постой». Такие надписи появлялись именно у тех людей, которые откупались от этого постоя, вот на эти казармы. Здесь был организован плац перед ними, и очень долгое время, соответственно, они выполняли свою функцию. Пока в 17-м году, ну точнее, это было раньше чуть, да, во время еще Первой мировой войны, сюда не заселился 56-й запасной пехотный полк. Ну, собственно, ну, полк и полк. То есть он сначала был батальон, потом был переформирован в полк. Но этот полк охранял Крема. И этот полк принимал непосредственно участие, как в февральских, самое главное, в октябрьских событиях. То есть он перешел на сторону большевиков, там был замес с инкерами, я сейчас не буду этого подробно касаться. И вот фильм, о котором мы сегодня будем говорить, 6-го июля, да, касаемый Левосевского мятежа, там упоминается Кремлевский полк. Это вот именно он. Точнее, именно части этого полка вошли в так называемый Кремлевский полк. У нас остался только Кремлевский полк. То есть ситуация была... Это то же самое, как Кексгорнский полк в Петербурге, располагавшийся на Кангвардейском бульваре. То есть эти люди сидели здесь, они знали, что их должны отправить на войну. С войны переходили не очень радостные вести. Естественно, это не хотели. Была развернута пропаганда, не только, кстати, большевиками, но и сэрами, и меньшевиками, о том, чтобы не надо ходить на войну, нужно саботировать все эти действия. И поэтому солдаты, которые находились в тылу, они были распропагандированы умелыми действиями и присоединились к революционным действиям других солдат и матросов. Потом это здание было надстроено. Там, кстати, на фронтоне, значит, ну, герб государства нашего прекрасного. Фашина наша любимая, причем с одним топором. Очень часто, особенно на оградах, да, вы можете видеть два топора, а там она с одним топором. То есть это вообще-то, ну, типичная такая, не знаю, Карл Иванович, росевская стилистика, которая перекочевывает из эпохи в эпоху, не меняя ни свою конфигурацию, ни свой смысл, потому что это символ власти изначально фашина. Я не буду повторяться, я об этом говорил миллион раз. Потом сюда заехала академия имени Феликса Ивановича Держинского, ракетная. Сейчас она занимает территорию воспитательного дома. Если вы смотрите на заряде, с правой стороны такое огромное здание. Оно было организовано по инициативе Ивана Ивановича Бецкова. Я про него частично рассказывал, когда водил экскурсию вокруг Смольного собора. Мы с вами подходим к... буквально сейчас на 2 секунды сюда зайдем. Мы с вами подходим к дому. Это владение предпринимателя Медынцевых, купцов Медынцевых. Сейчас здесь такой выглядит портрет одного из них. И это портрет кисти художника Степанова. И вот как интересно всегда происходит... Если я вам покажу, вы знаете такого Исаака Левитана? Ну, всяко знаем. Мои экскурсанты практически все знают. Сразу называют картину Март. Я ее прекрасно помню. Она висела у меня репродукция на кухне. Значит, радостная картина. Там снежок такой голубоватый. Это Левитан очень круто изобразил. А вот художника Алексея Степановича Степанова, в общем-то, знают не так многие. Хотя... Хотя... Когда Левитан с Софьей Петровной Кувшинниковой ездил по Волге и нашел волшебное местечко Плес, вместе с ними был этот человек. И они втроем его нашли. Но только Левитана мы знаем, Степанова нет. Это говорит о том, что... Ну, все художники художники, но все-таки вот у кого-то есть искра такая настоящая божия, а кто-то, ну, вот, талантлив и все, да. То есть точно так же, как и писатели, точно так же, как и там музыканты и все остальные... Может быть, даже не знаю. Рассказчики какие-нибудь. Вот. Про Степанова мы еще поговорим, потому что мы будем касаться темы и Левитана, и, значит, и Антона Павла Чехова, и, естественно, Кувшинниковой. Мы с вами сейчас заходим вот в этот один из моих любимых садиков в Москве. И здесь мы начинаем рассказ про семью Морозовых. Значит, дело в том, что вы, конечно же, больше всего знаете историю Савы Тимофеевича Морозова, одного из главных спонсоров большевиков, человек, который дал деньги на московский художественный коммунический театр, который на самом деле изначально назывался «Доступный театр», потому что билеты раньше в театр вообще-то стоили адски дорого. Я вот всегда спрашиваю у экскурсантов, кто из них может сейчас пойти, например, в Большой театр, да. Ну, не то чтобы пойти, а даже ходить регулярно. Но, во-первых, у Савы был брат, Сергей Тимофеевич Морозов, мы о нем тоже будем говорить. Естественно, у него были сестры. Значит, вот одну из них звали Юлию Тимофеевну Морозова, она была старшей сестрой. Да, мать их звали Мария. Ну, то есть, да, мать их звали Мария Морозова. Она была двоюродной племянницей Солдатенкова в девичестве Симонова. Мы про нее тоже поговорим. И вот в гости к Морозовым начали ходить представители семьи Крестовниковых, тоже довольно известной купеческой семьи. Сначала сестры, и потом у них вот, у Юлии, значит, одним из Крестовниковых, я, прошу прощения, забыл, как его зовут, на самом деле, не хочу соврать, ну, несложно загуглить, можете посмотреть. Человек выдающийся, на самом деле, окончил физико-математический факультет Московского университета, потом был вообще, ну, то есть, я к тому, что это были уже, ну, вот, купцы просто high-level, да, ну, то есть, Савва Морозов тот же самый. И он, например, участвовал в Парижской всемирной выставке 1900 года, там, в одном из главных комитетов, получил орден почетного легиона, на секундочку, да. Вот, у них завязался роман, и Савушка, ему было тогда 16 лет, он участвовал, как писали, почтальонам, то есть, он устраивал их взаимоотношения, он специально делал так, что если им надо остаться вдвоем, то, значит, он всех остальных с чем-то занимал какими-то разговорами, он носил письма, да. И в итоге это привело к свадьбе, и специально для них, вот здесь, ну, вот можно немножечко нарушить правила, зайти на газончик, мы ненадолго, нам простительно, была построена вот эта усадебка. По проекту, друзья мои, все того же Петра Александровича Дритенпрейса. Вспоминаем эту замечательную фамилию, пытаемся ее произнести. На самом деле, очень несложно запомнить, если петь песенку Читта Дритта, Читта Маргарита, Дритенпрейс, 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 то есть Читта Дритта, Дритенпрейс. Может быть, так вы ее выучите. Вот это был такой подарок обеих семей, Крестовниковых и Морозовых, и здесь, соответственно, они жили. Юлия Тимофеевна заведовала всей благотворительной частью тех денег, которые выделяла семья Морозовых на... Что, ты хочешь туда? Да ладно, видно, ну, ты можешь через решетку сделать красивый художественный кадр, такой, понимаешь, вот такой зумчик. Нам просто опять возвращаться, не хочу туда ходить. Ну, все видно, прекрасно, то есть такая типичная садика. Вот это эклектика, кстати, да, вот я вам показывал здание в стиле модерн, который Дриттенпрейс сделал, а здесь уже такая абсолютно эклектичная история, ну, то есть, не то чтобы, конечно, рядовая постройка, ее нельзя так назвать, но немногим она выдающаяся, да, то есть... И действительно, Юлия Тимофеевна делала огромную работу на Ниве благотворительности. Она, в том числе, была членом попечительского совета для бедных хитровского рынка, о котором мы говорим. То есть мы туда выйдем и там закончим нашу экскурсию, но, значит, потом на... Господи, забыл этот... Не имени Владимирова, или как он называется? Это, короче, бывшая Екатерининская больница, да, там несколько корпусов построено на их деньги, но я, простите, я не москвич, мне простительно, я еще не все тут помню, не все знаю. И она под конец жизни, к сожалению, у нее были проблемы со здоровьем, она стала плохо ходить, кстати, как и Мария Николаевна Романова, старшая дочь Николая I, да, для которой Мариинский дворец был построен. Ее выселили в 17-м году из этого дома, муж ее умер раньше. Интересно, что, кстати, один из корпусов этой больницы она устроила для нервных болезней в память о своем брате Саве, который считалось некоторыми... погиб именно от своих нервов. Друзья мои, очередной форс-мажор у нас тут гуляли-гуляли, уже дошли там до особняка Морозовых, и выяснилось, что запись остановилась здесь. Я уже, честно говоря, не помню, что я там... где мы там прервались, поэтому, извините, если будет небольшая такая сбивка в логике повествования. Зато я посмотрел, что Крестовникова созвали Александр Григорьевич. В общем, особняк для Юлии Тимофеевны Морозовой и ее супруга Крестовникова. Мария Федоровна Морозова, глава семейства, оказалась куда более прогрессивной, чем царское правительство. В каком плане, я расскажу чуть позже. Она была основной владелицей Никольской мануфактуры. Дело в том, что после известной из тачки Морозовской в 1885 году... Вот, кстати, здесь уркауты, на которых я... Турнички, брусья, все для людей. Там туалет. И тогда... Камера снимает, да. Божечки-кошечки. Не переживайте, мы замажем вас. Да, спасибо. Мария Морозова, она возглавила фактически производство, потому что ее супруг, Тимофей Исаевич Морозов, он хотел после этой тачки отстраниться от дел. И вообще продать фабрику. Она его убедила, что не надо этого сделать. И она очень грамотно... Вот она была гениальной HR-менеджерицей, если можно так выразиться. Она грамотно распределила работу на фабрике. То есть она, допустим, все, что касается качества и производства, отдала... Качество продукции, она отдала своему сыну Савве Морозову, своему зятью она доверила поставки, а одному из бухгалтеров она доверила то, что мы сейчас называем... Ну, не поскольку бухгалтерию, конечно, а то, что мы сейчас называем маркетингом. И вот таким образом эта фабрика вышла на совершенно колоссальные объемы производства и занимала лидирующие позиции в то время. Здесь у нас, наконец, отреставрированы палаты. Здесь располагалась межевая канцелярия в начале XIX века. Это бывшие частные палаты. И это одна из программ московского правительства. Один рубль за один квадратный метр. Я тут с удивлением узнал, что, оказывается, особняк Петра Сысоева в Печатниковом переулке. У меня есть экскурсия от Сухаревки до Трубной площади. И там такой небольшой собнячок, да, там в фильме Гайдая он присутствует. Он тоже был отреставрирован по этой программе. Один рубль за один квадратный метр. Если мы смотрим на это здание, то мы видим, что оно построено еще было в XIX веке. Ну, потому что оно, видите, а штукатурено так красиво. Но благодаря реставраторам здесь есть аж даже два места. Я вам сейчас покажу. Во-первых, вот это. Здесь выявлена изначальная кладка. То есть это палаты еще XVII века. И эта история абсолютно типичная для Москвы. И еще там есть один участок там. Дело в том, что дом всегда проще перестроить, чем снести. Но это у нас сейчас, особенно в Москве, практикуется тема, что когда дома сносят и строят заново, потому что денег чуть больше, чем дофига. Тогда тоже у людей деньги водились, но они были более практичными. Изначально это были палаты двухэтажные. Их перестраивали два раза. Последний раз по проекту архитектора Каминского. Это был такой штатный архитектор семьи Третьяковых. Он был женат на одной из их сестер. Вот, видите, замечательно раскрытый объем, показывающий даже кривую линию, как вот кирпич гуляет. Видите? Я вам очень рекомендую на Петровском бульваре посмотреть. Там есть мой любимый дом, где вот прямо вот так вот все. Такие волнообразные дела. То есть вся Москва в центре города, та, которая нам кажется, ну, она, не знаю, там, Пушкинской эпохи, на самом деле она гораздо старее. И в этом ее, собственно, прелесть лично для меня, как для петербуржца, потому что, ну, Петербург понятно, да? То есть это Петровская эпоха и дальше по списку. А здесь вот, пожалуйста, камни, которые помнят еще Стрельцов, допустим. Так вот, Мария Федоровна Морозова. Дело в том, что, как вы знаете, в Царской империи была черта седлости. Поганые жиды, представители иудейского вероисповедания, должны были там жить. Они могли учиться и в высших учебных заведениях, они могли жить и в столице даже, и в крупных городах, но в очень-очень-очень-очень маленьком ограниченном количестве, там, около полутора процентов туда-сюда, в ту сторону, варьировался этот допуск. Исаак Левитан, еврей, который писал самые русские пейзажи, и, как писал художник Нестеров, Левитан вот смог увидеть душу русскую, и он ее изобразил в этих пейзажах, два раза попадал под раздачу. Его два раза высылали. Потому что, естественно, эти нормы допуска, они превышались. Второй раз это произошло по инициативе великого князя Сергея Александровича, генерал-губернатора Москвы, благополучно от бывшего на небеса следствия брошенной Коляевым бомбы. Это была партия социалистов-революционеров, о которой мы скоро и будем говорить. Вот если мы посмотрим на это здание, то сейчас вот здесь возникнет фотография, как этот корпус выглядел раньше с таким крылечком милым. Левитан был нищий, как церковная мышь. Ему негде было жить, ему нечего было есть в училище. И, кстати, там он уже подвергался антисемитским нападкам со стороны некоторых учителей. Хотя, например, Поленов изображал его, взял его как модель для своего Христа. И вот здесь у нас неожиданная бабах. Табличка. Реальная. В этом доме жил и работал выдающийся русский художник. Это как в том анекдоте. Мама, почему меня все клячут проклятым жидом? Ну ничего, сынок. Вырастешь, получишь Нобелевскую премию, станешь великим русским ученым. Ну вот это из этой области. Левитан был нищий, он по воспоминаниям того же самого Нестерова подходил к их смотрителю в училище Моисеичу и просил приклеванник с колбасой и стакан с молоком, после того как все отобедали. У него не было денег. И Моисеич сжаливался, отдавал ему эту еду, которая составляла и обед, и ужин. Он очень часто оставался там спать в этом училище на ночь. Но уже тогда все понимали, что это выдающийся талант. И когда за 100 рублей Павел Михайлович Третьяков купил его картину, где «Сокольники» и вот единственная картина, где изображена женская фигура, кстати, ее написал Михаил Чехов, брат Анатолия Павловича Чехова. Ну вот Левитан как-то воспрял духом. Но он всю жизнь страдал диперсивными настроениями. Чехов, когда с ним познакомился через брата своего, он писал, что вот мы тут гостим, охотимся. Левитан убил зайца, но у него психоз. То есть Левитан уже тогда пытался покончить с Амбу, и потом он попробует повторить эту попытку уже в других обстоятельствах, мы поговорим об этом позже. И вот Сергей Тимофеевич Морозов и мать Марии Федоровны Морозова выделили ему вот эту вот бывшую оранжерею, ему под, соответственно, мастерскую. И там он жил и творил, написал огромное количество картин. И, собственно, оттуда его и выносили в последний путь. А вот здесь усадьба непосредственно Морозовых, где прошло детство Исавы, и Сергея, и Юлия Тимофеевны Морозовой. У этого места богатая история, но я бы хотел вам рассказать про события июля 1918 года. Дело в том, что нам в школе говорили, что в октябре 1917 года власть завоевали большевики. Это правда, но это как бы отчасти правда, потому что вместе с большевиками были левые эсеры, меньшевики-интернационалисты, анархисты. И задачей левые эсеров было, конечно же, восстановление парламентской республики, то есть созыв учредительного собрания. У Владимира Ленина была другая мысль в голове. Никаких там в бане учредительных собраний, никаких парламентских республик. Одна-единственная партия должна руководить страной для того, чтобы победить то, что начинало происходить, и установить власть самого настоящего коммунизма. Также левым эсерам не нравилось то, что большевики заключили позорный, как они считали, мир Брестский с Германией. И поэтому вот этот вот дом стал главным очагом левой эсерарского мятежа. Есть такой замечательный фильм «Шестое июля». Он так и называется. Это 6 июля 1918 года. Снятый фильм в 1968 году. И в этом фильме, надо сказать, достаточно правдиво показана хронология событий. Протест. Мои мысли вам не закрасить. Ну, а ты свои мысли как-то по-другому еще можешь изобразить, кроме как на стене маркером? Мы вышли с вами к палатам Украинцева. Это был такой думный дьяк, проведший удачные переговоры в Константинополе. И здесь раньше располагался архив Министерства иностранных дел. И сюда, соответственно, ходил Карамзин для того, чтобы собирать материалы для своего исторического труда. Сюда ходил Пушкин, когда он писал Бориса Годунова. И с подачи Соболевского, если вы читали или будете читать, мы путеводители по Невскому проспекту, смотрите, какая прелесть, то я там, как раз описывая дом номер 6, очень подробно рассказываю историю Сергея Соболевского, про его стишки, про то, как он троллил кривые ноги Анны Керн, потому что они знали, что у Аннушки кривые ноги. Вот с подачи Соболевского эта братва была названа архивной юношей. Архивные юноши. То есть это братья Веневитиновы, Тургенев, сам Соболевский. И вот если мы развернемся, мы увидим, что это такое угольное здание. В Евгении Онегине есть строфа архивной юноши толпою. На Таню Чопорно глядят и про себя между собою неблагосклонно говорят. И про нее между собой неблагосклонно говорят, извините. Вот это те самые архивные юноши. Тут у нас есть такая вот работа писов Modern Art. Не подписана никем, ни хэштега, ни собачки. Поэтому, сорян, ребята, не смогу рассказать, чье это и почему. Забора этого не было. Мы увидим с вами на самом деле на примере кадров из фильма, о котором я говорю, что он тут отсутствовал. Возглавляла тогда фракцию левых эсеров Мария Спиридонова. Женщина удивительная. В 16 лет она совершила покушение на царского чиновника Ужиновского. Ее избили. По некоторым данным даже изнасиловали. Потом двух человек, которые подозревали в двух изнасилованиях, в ее изнасиловании убили. Социалисты-революционеры. И она присела. Вышла она только по февральской амнистии. Уже в таком бодром, вполне взрослом возрасте. И потом, через два года, опять присела. И сидела там вплоть до расстрела, по-моему, в 1941 году, если не ошибаюсь. То есть она вот с 16 лет на свободе побыла всего там практически два года. В фильме она прекрасно изображена. Замечательной нашей актрисой, которая в тот же год снималась снова. Здравствуйте. Мы не можем, так сказать, с вами расстаться. Ну, красивые девушки украшают любую съемку, на самом деле. Мы тут просто ходили, вы смотрите, какой тоже мощный, мощный протест. Путин, представитель нетрадиционных людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Я, кстати, тоже, по мнению некоторых... Дима, аккуратно. Там знак. Вот. Значит, здесь был отряд Попова, чекистки, хочу сказать. Господи, одни красавицы сегодня. Таких ярко выраженных, флюоресцентных... Мы тут пройдем. Костюмах. Зайдем сейчас. Сюда? Внутрь. Сплошные съемки. Здесь. А вы что снимаете, ребят? Ну, и уже все отснялись. Уже и уже снялись, да? Ну, ладно. А мы экскурсию делаем. От хитровки... От покровки до хитровки. Спасибо вам также. Вот этот морозовский садик. Замечательный. Забегая вперед, хочу сказать, что потом он был в частном владении. Уже в наше замечательное... Ну, что там? У тебя опять, что ли? Идет? Да. В нашем замечательном владении. Такой лабиринт. Ты пройдешь, я надеюсь. Владелец вырубил сирень. Закрыл все. Построил красивый забор. Но благодаря жителям, на самом деле... Я когда жил в середине нулевых годах, я здесь гулял и не мог попасть в этот садик. Но благодаря жителям, вот мы видите, здесь хотя бы в садик можно зайти. Потому что вот там, в глубине, собственно, находится главная усадьба Морозовская. Мы принимаем решение, от которого может зависеть вся дальнейшая судьба нашей революции. Здесь, соответственно, проходили заседания ЦК и было решено убить посла Мирбаха, немецкого посла, для того, чтобы спровоцировать нагнетание обстановки между Россией и Германией и, может быть, даже вызвать очередной военный виток. Ну, это дестабилизация ситуации. Соответственно, можно взять власть. И вот лево-эсеровский мятеж, это какой-то очень странный эпизод. У нас их есть в истории. Это, например, восстание декабристов или вот этот пуч, да, не знаю, там, 91-го года. Ну, то есть, берете власть, берите власть. Если вы не берете власть, то нахрена весь кипиш. Если у вас нет яиц стальных, то зачем это все мутить? Зачем это все начинать? Поехал Яков Блюнкин с Андреевым в немецкое посольство по поддельному мандату, который они напечатали и Блюнкин, и Андреев были чекистами, хоть и эсеры. Речь идет о племяннике господина посла графа Роберта Мирбахи, арестованном очка по обвинению в шпионаже. В фильме Блюнкину там за 30. На самом деле ему было, не помню, по-моему, 18 лет. Он был молодой парень. Они приехали, опять-таки в фильме все происходит очень быстро. Вот так, как было показано в фильме, не происходило 20 минут, Блюнкин решался. Они сначала стали стрелять, затем кинули бомбу, бомба не взорвалась, Блюнкин кинул ее второй раз. И потом, перелезая через забор, повредил ногу, прискакал сюда. И когда выяснилось, что про этот левый эсерский мятеж, Феликс Эдмундович Дзержинский приехал их арестовывать. В итоге арестовали самого Феликса Эдмундовича Дзержинского. Сдайте оружие, Феликс Эдмундович. Он пробыл здесь несколько часов. Мы оставляем вас заложником за наших товарищей, которые пойдут на съезд. Его заместителем был назначен Лацис. Время отсутствия Дзержинского, председателем МВЧК, назначили Лацис. Затем в подавлении эсеровского мятежа участвовал Петерс. Да, вот есть кадр, где прискакивает человек и говорит, что арестованная фракция левых эсеров в Большом театре происходил пятый съезд. Марий Санну и всю фракцию Петерс арестовал. Вацетис тоже присутствует. Я вызвал сюда Вацетиса, он вместе с Муралом занимается оперативными вопросами. И Ленин очень тепло о нем отзывается, говорит, что это выдающийся военный деятель. Это опытный военный, надо оставить его на оперативных делах. И еще один прекрасный человек, и все они были латыши. Надо послать до Нишевского. Я позову его. Мятеж был подавлен, потому что у них, вот, я почему специально забрался сюда наверх, здесь сейчас деревья растут, не видно, а вообще отсюда очень легко обстреливается Кремль. Чем они и занялись в какой-то момент. А вот с Ивановской горки им полетела обраточка от большевиков. Прилетела обраточка с Ивановской горки, и этот кадр тоже есть. А дальше давайте забудем про государственный строй, про ту страну, которая была. Вот человек убил посла. Какова кара для него должна быть? Ну, вот так вот предположить. Но в то время, мне кажется, его должны были просто расстрелять. Ну, я не знаю, как минимум посадить в тюрьму. Что же в итоге произошло? А произошло следующее. Яков Блюнкин остался в рядах ЧК. И согласитесь, это очень странно. То есть, тут не нужно быть мировым аналитиком диванным, чтобы задуматься, какого хрена. отсюда две, на первый взгляд, конспирологических теорий, а на трезвый взгляд, в общем-то, нелишенных смысла. Одна из этих теорий говорит о том, что этот левесеровский мятеж был спланирован самим Феликсом Эндмундовичем Держинским, которому не нравился тоже Брестский мир, и который, в общем-то, пытался таким образом там срастить свои собственные интересы. А вторая версия, она еще более прекрасная во всех отношениях. Она говорит нам о том, что это был план самого Владимира Ильича Ленина. Ленин, кстати, лично ездил извиняться в посольство. В фильме показано, как выезжают из ворот отряды левесеровские, и мы идем как раз к той самой точке, где она присутствует. Вы, может быть, знаете такую улицу Обельмановскую, Обельмановскую заставу. Это как раз человек, представитель Ковровского Совета, который был убит левыми эсерами. У него отобрали машину. По одной из версий они его ранили, а его потом добили черносотинцы. В фильме показано, что левые эсеры его самого и пристрелили. Я представитель Ковровского Совета. Моя фамилия Обельман. Я делегат съезда. Вы понимаете? Меня ждут. Проверьте документы и спустя. Мария Спиридонова на самом деле заявляла, что мы не боремся с большевиками. Мы боремся с империализмом. И да здравствует власть Советов. Именно эта речь звучит с балкона этого дома. Да здравствует власть Советов! Смертельная и беспощадная борьба всемирному империализму! Ура, товарищи! Ура! Но самое интересное заключается в том, что в 1938 году подавители левые эсеровского мятежа и Петерс, и Лацис, и Вацетис пошли под откос. То есть, вы представляете, какая интересная история? Оказывается, под этими личинами скрывались враги народа все это время. И даже Владимир Ильич Ленин не мог разгадать этот коварный план. Вот там вот крыльцо, с которого Спиридонова произносит речь, и вот эти вот ворота, если мы сейчас выйдем вот на эту точку. И развернемся вот сюда. Мы увидим, что забора этого нет на самом деле. Вот отсюда выезжают войска, и здесь вот на этих воротах как раз висит какая-то плакатная надпись. Пойдемте теперь обратно вниз с горочки. Мы сейчас в Большом Трехцветильевском переулке, но надо перейти в Малый Трехцветильевский переулок. То есть ирония судьбы вот опять заключается в том, я напоминаю вам свой выпуск, который я записывал в Париже про логику революционных действий. Я размещу ссылку в описании под этим видео очередной раз. Потому что схема всегда одна и та же. Просто меняются масштабы, но не меняется конструкция событий. Система рано или поздно начинает поглощать сама себя. И все эти замечательные латышские стрелки, на штыках которых на самом деле была спасена ситуация тогда, в июле 1918 года, конкретно здесь, в Москве, потом пошли под откос. Благодаря той самой власти, ради установления которого, которой они свои штыки и натачивали. Ну, из песни слов не выкинешь. А мы с вами приближаемся к малому Трехсветильевскому переулку, где располагалось здание Мясницкой полицейской части в усадьбе Астермана бывшей. И будем говорить с вами про Софью Петровну Кувшинникову. Сейчас здесь появится один портрет такой, написанный как раз таки тем самым художником Степановым. И обратите внимание, и это все отмечали, и Михаил Чехов, и Щепкин Куперник, что она, ну, не красавица. Ну, чего уж тут говорить. Но тот же самый Чехов писал, что у нее фигура Афродиты, то есть у нее действительно была очень хорошая фигура. И она занималась живописью, она музицировала. И знаете, вот есть такое выражение Довлатова, что женщина для талантливого мужчины может сделать три вещи. Она может сделать ой, извините, меня понесло. Это другая, другая, другая цитата, что женщина, в принципе, из ничего может сделать три вещи. Она может сделать шляпку, салат и проблемы. Вот как раз Софья Петровна Кувшинникова умела сделать из ничего и шляпку, и салат. Не знаю, как это, что-то проблемы, свечку там не держал, но и интерьеры, потому что она была замужем, соответственно, за штатным врачом этой мясницкой полицейской части, художник Перов изобразил его на известной картине, которая здесь появится, три охотника, и вот он как раз тот самый бывалый охотник, рассказывающий байки, которого с таким упоением слышит молодой человек. Кувшинникова, кстати, тоже была заядлой охотницей, иногда приходилось этих охот с полным егдашем всякой дичи, и она смела обустроить их квартиру казенную крайне уютно, то есть Чехов писал, ну, брат Чехова, я имею ввиду, он писал, что там она смогла сделать из мыльных, из ящиков из-под мыла были сделаны турецкие диваны, на окнах она вместо занавесок повесила рыбацкие сети, и таким образом она приобрела некий такой экзотическо- уютный вид. И к ней хаживали многие, даже я Ефимович Репин, когда приезжал в Москву, к ней захаживал, и, конечно же, к ней рано или поздно попал Антон Павлович Чехов и его ближайший друг Левитан. Они действительно очень сильно дружили, Чехов даже изобрел такое слово Левитанистый. Он иногда троллил художника, говорил, что-то у вас как-то пейзаж не больно Левитанистый. Вот. И они туда пришли, и у Кувшинникова завязался роман с Левитаном. То есть, помните, я вам рассказывал, что они втроем со Степановым ехали по Волге, вот нашли этот плес, обосновались там. Три сезона там Левитан провел. Чехов писал, что в твоих картинах появилась улыбка. То есть, это все воздействовало благотворным образом на его друга Левиташу. Но Чехову не очень нравилась, конечно, ситуация, когда жена, он, кстати, трактовал ее как не очень глубокую личность, она таковой не являлась. У нее одну из картин купил Павел Михайлович Третьяков. А Третьяков знал, что покупал. И Чехов написал такой роман, ой, извините, рассказ «Попрыгунья», где, ну, знаете, там вот прямо ослиные уши торчат везде. Это все было узнаваемо, до нельзя. Хотя он, конечно, сделал там художника и блондинистым и с русской фамилией, но все это было понятно. Здесь вот на секундочку мы прервемся от церкви Трехсвятителей, шатровой колокольней. Именно по этой церкви все переулки названы Трехсвятительскими. И вся Москва, на самом деле, ну, вся читающая Москва, короче, вся вот эта тусовка, она, конечно же, узнала главных героев, что «Попрыгунья» это непосредственно Кувшинникова, Дымов это ее несчастный муж. Там он еще более мелких героев прописал, которые узнавались. И Левитан Чехова после этого даже вызвала дуэль. То есть они рассорились в пух и прах и не общались несколько лет. И дальше началась еще одна очень интересная история. Есть картина, которую многие искусствоведы называют самым русским пейзажем. Она называется «Надвечным покоем». Сейчас вот она тут вылетит. Левитан ее писал под аккомпанемент Кувшинниковой, и она играла похоронный марш. Это вот такая, знаете, самая настоящая живописная философия. И в определенный момент в соседнее имение горки приехала семья Турчениновых, точнее, мать с двумя дочерями. Сейчас я перернусь, потому что мы с вами зашли во двор. Вот если я вам сейчас покажу фотографию, которая здесь вылезет, вы не узнаете ничего. Это как раз вот это здание и есть здание бывшей мясницкой полицейской части. Именно здесь это все происходило. Именно здесь вся эта драма разворачивалась. Ну и не только драма, но и счастливые дни были проведены. То есть здесь была квартира казенная этого доктора. И здесь, собственно, Кувшинникова устраивала свою свой салон, если можно так выразиться. Торчала каланча сверху. И мы эту каланчу с вами еще увидим, только в другом ракурсе. Пойдем отсюда. Приехала Турченинова с двумя дочерями и между Турчениновой и Кувшинниковой завязалась борьба. Причем они были абсолютно разными. Турченинова была такая изысканная петербургская кокотка, то есть она красилась, хотя Кувшинникова это не принимала, она практически не использовала косметику. В итоге Кувшинникова проиграла. Левитан становился все мрачнее, как писал Ощепкина Куперник, уходил гулять со своей собакой Ладой Вестой. Ну ладно, просто Вестой. Ее звали Веста. А потом случилась еще одна история. Поскольку у Турчениновой было две дочери, то старшая влюбилась в Исаака Левитана. И там уже была история противодействия между матерью и дочерью. И вот на фоне всех этих событий все-таки Левитану удалось помириться с Чеховым. Помирил их Щепкина Куперник. И в конце жизни они оба знали, что больные. Чехов болел чахоткой. У Левитана был порог сердца. У него опять были депрессивные настроения. Чехов его сам слушал. Ну, Чехов был врач. Прекрасно понимал, что Левитане осталось не так много жить. В итоге он умер. Потом умер Чехов. И Чехов старался не рассказывать о своих взаимоотношениях с Левитаном никому. Вот Дягилев постоянно к нему подкатывал и говорил, что ну хоть что-то, хоть пару строчек, ну напишите мне об этом. Но нет. Что, давай прервемся. Такая вот и веселая, и грустная, но в то же время жизненная история. Мы с вами спускаемся на тот самый хитровый рынок. Я не буду про него подробно рассказывать. Я размещу ссылку здесь, потому что мы на этом рынке уже были, и я там снимал отдельный выпуск. Единственное, что я хочу сказать еще очередной 28-й раз, что, конечно же, Гелеровский, воспоминаем, да, Юлию Тимофеевну Морозову, которая состояла в Попечительском совете, который пас вот этих вот бедных с хитрового рынка, Гелеровский очень сильно сгущал краски, очень сильно. И некоторые люди потом удивлялись, собственно, в каком страшном месте они жили. Да, безусловно, если мы даже почитаем там и Крестовского, да и того же Достоевского, скажем, про Вяземскую лавру там в Петербурге на Стенной площади, то, ну, ситуация, мягко говоря, крайне напряженная получается. Но все, вот, особенно в исполнении Гелеровского, нужно делить на два. Я когда читал его другую книжку про похождения, но это, знаете, прям какой-то постсредневековый приключенческий роман французский. То есть там, мне кажется, додумано масса всего. Но что я хочу показать вам здесь, вот на этих замечательных стендах, которые сделали, несколько иллюстраций, демонстрирующих, как выглядела эта панорама во времена мною описываемые и гораздо раньше. Потому что здесь есть пара изображений, на которых мы можем видеть эту самую мясницкую полицейскую часть. Вот видите, это трехсветительская церковь. То есть на самом деле вообще ничего не узнается, да, по сути. Есть еще одна фотография, пойдемте, я вам покажу. вот она. Вот это полицейская часть. И вот это биржа трудовая, которая ждет, не дождется, когда же их придут и наймот. А это здание, соответственно, столовой, которое было выстроено на народные деньги, понимаете, всевозможными благотворителями. То есть, несмотря на то, что вокруг были всевозможные там трактиры, каторга, сухой овраг, вот там вот в доме утюг, ну, можете почитать у Гелировского. Тем не менее, ну, мы сейчас с вами зайдем во двор, чтобы показать, как он изменился. Ну, пойдем вот там пройдем. Чтобы он изменился с тех пор, как мы там были в последний раз. Я заходил, был закрыт. Закрыт? Нет, мы ходили тут на днях, я водил экскурсию, все было открыто на самом деле. Да. Они привели его в порядок, раскрыли изначальные объемы, то есть, это та самая история про скрытые фасады 17 века. Ну, вот как здесь, видите, да, штукатурка, вскрываешь, а тут раньше были наличники. И у нас в том выпуске даже было интервью с одним из инициаторов этой затеи. Спасибо. А вот и он. здравствуйте. А мы тут уже как-то были и брали у вас интервью. А сейчас мы делаем видеоэкскурсию, я зашел показать, как изменился этот двор в лучшую сторону. А, да, но мы сейчас уходим. Не, мы сейчас уже просто... А вы снимаете сейчас, да? Ну, это уже, там был стендап, а это проход уже. Но я смотрю, все улучшилось. Ну, это южный фасад. Здесь вот работа в общем завершена. Но здесь еще нужно реставрировать белокаменный карниз. Вот такие дорогие очень работы. Не, ну, стало круто. Да? Да, я не знаю, может быть... У нас такой... Я надеюсь, может быть, чуть-чуть и наш ролик вам помог. Я уж не знаю, я там оставлял реквизиты. Да, Ну, приятно было вас увидеть. то, что как бы сохранилось, мы показали. Да, вот мы сейчас тоже покажем. Спасибо большое. Какого наводил. Очень много изразцов там нашли. Да, 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 я вижу. Вот, видите, здесь, какая чудесная картина предстает. Изразцы, петли, то есть, как вообще были переделаны эти палаты. Вот там вот есть связь торчащая, я ее показывал раньше. Вы их можете видеть, эти связи, я всегда говорю, в Голландии, в Амстердам приедете. Вот там изразцы, кстати, действительно, смотрение раскрыли наверху. Я не знаю, дотянется туда камера, нет? Ну, неважно. Ну, и сейчас я вам покажу свой любимый московский дворик, где мы, собственно, и закончим. если есть на свете рай, то это не Краснодарский край, а вот этот вот замечательный двор с голодорейками сохранившимися, очень уютный, очень зеленый. И я хочу вам напомнить, что, я прошу прощения, немножко такой рваный получился выпуск, потому что у нас все время камера выключалась, я все время мне... я и так прыгаю с мыслями. О! Идет битва. Битва идет. Идет битва за двор. О! Я смотрю, там сейчас все будет жестко. Убежали. 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 Бойцы убежали. Да. Здравствуйте. А вы здесь живете, да? Да нет. У меня тут мастерская. А, вы мастерская? Мы как раз сделали интервью с человеком, который участвовал в реставрации этого фасада. А вы художник? Да. А как вас зовут, если не секрет? Меня Павел зовут. Меня зовут Малый Виктор Михайлович. Малый Виктор Михайлович. Скажите, как вам здесь живется? Здесь живется. Работается. Мастерская, да. Хорошо живется. Хорошо живется. Туристы не мучают? Да нет. Здесь вот вот эта дверь. Тут я, мастерская. А здесь вот Николай второй. Он тут и живет. Ага. Ну, я прихожу тут, работаю, свои работы делаю, потом ухожу. А он здесь живет и все делает. Вот это его, видите? Ну, да, я вижу, да. Моя дверь. Да, 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 я вижу, да. Ну, сегодня тут такого зарядил, там понаделывали, я сейчас не могу даже уходить домой. Ладно, мы не будем в ваши внутренние разборки вникать. Мы не... Да, я вижу. Не, ну вообще, двор крайне уютный, на самом деле, и редкий такой, старомосковский. И, главное, голдарейки сохранились. Ну, да. Ладно, видите, дом образцового содержания. Еще советская табличка. Зайдите, посмотрите, какой образцовый внутри. Куда? Куда? Да, вы нас проведете? Ну, пойдемте, зайдем. Друзья мои, это была у нас экспериментальная съемка. Я еще ни разу не снимал видеопроходы в Москве, и, к сожалению, вы не увидите того, что содержит эта замечательная мастерская, потому что не хватило чувствительности у камеры. Мы несколько раз переснимали одни и те же вещи. Я стал, в общем-то, напрягаться, потому что у меня был поезд, я на него опаздывал, и в итоге чуть не опоздал. В этой связи у меня вопрос к жителям города Москвы. Если вы, операторы, можете снимать так, как вот у меня сняты петербургские проходы, я имею в виду не на GoPro, а на нормальный кит, миниатюрный, но который бы держал заряд, чтобы там был объектив с возможностью приближения под названием Zoom, чтобы она была достаточно светочувствительная, эта камера, и так далее. Вы напишите мне, поскольку я планирую, ну, в общем-то, продолжать это дело и в Москве, но хотелось бы, чтобы, конечно, картинка была более устойчивая и более кайфовая. В Москве я окажусь только в конце сентября, где-то с 25 по 27, но встречу я уже сделал, можете записываться заранее, количество мест строго ограниченное. Зато у меня будет две экскурсии в Нижнем Новгороде, 29 и 30, вторая это будет даже не столько экскурсия, сколько такая лекция-прогулка на открытом воздухе, мы поговорим про историю и значение Нижегородской ярмарки. Еще раз прошу извинить меня за вот такой технический конфуз. Каждый раз, заходя в этот двор, мы узнаем что-то новое, интересное. Давай тогда выйдем отсюда. Большое вам спасибо, удачи с водопроводчиками. Ну что, друзья мои, ну, это нам такая компенсация за рваную съемку сегодняшнюю. У нас несколько раз выключалась камера. Я и так с мысльной на мысль прыгаю, а тут еще, короче, честно говоря, не рассказал всего того, чего хотел. Сейчас уже вспоминаю, что не рассказал, но проводил эту четыре экскурсии в Москве. Есть одна проблема, которую я хочу сказать. Ребята, вы когда записываетесь на экскурсии, если вы не приходите, вы пишите, что вы не придете, потому что я закрываю запись и многим обидно, что они хотят прийти, некоторые даже меня упрашивают, а я им говорю, ну, извините, запись закрыта. А в итоге кто-то не приходит и вот не так, не сяк. В Петербурге экскурсии продолжаются, меня спрашивают, когда поедем там, не знаю, в Париж или еще куда-нибудь. Я не знаю, когда мы туда поедем, потому что никто этого не знает. Границы до сих пор закрыты и мне кажется, что они будут закрыты еще очень долго. Путеводитель рассылается активно. Сейчас пока приостановлена его продажа, ненадолго. Мы ее скоро возобновим. Все анонсы, всех экскурсий есть в описании под этим выпуском. ссылка на сайт, страница ВКонтакте, группа, Инстаграм. Выбирайте удобный для себя канал. Скоро я планирую привести это в некую нормальную единую систему, чтобы уже не было этого разброда и шатания. Будет один ресурс, через который будете все узнавать. Там же можно будет и записываться и все остальное. Ну, что? На этом все. Спасибо оператору Дмитрию, его не очень устойчивому стадикаму. Да, оставлюсь в комментариях там. Увидимся. Пока.